МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! С вами Анжелика, angelnail.ru Я рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я расскажу вам о маникюре с эффектом битого стекла, который в преддверии нового года продолжает оставаться модным трендом. Неудивительно, ведь впереди год огненного петуха, который любит все яркое и циркающее. Досмотрите видео до конца, и вы узнаете секрет создания этого модного маникюра. А также я покажу вам 5 способов нарезки фольги битой стекла. Напишите мне в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем видео. Не стесняйтесь задавать свои вопросы, я с радостью на них отвечу. Вначале давайте разберемся, что же это за волшебная пленка битой стекла. По сути, это голографическая фольга или радужный целлофан. Не бытовой полиэтилен, а именно прочный и жесткий глянцевый целлофан. Существует несколько оттенков этой пленки. Заказать ее можно в магазине Neostras. Ссылку я оставляю в описании под видео. Там есть много качественных материалов для ногтей по самым низким ценам. По стандартной схеме готовим ногти к покрытию. Очищаем и покрываем базой. Поскольку я показываю дизайн на типсах, этот этап пропускаю. Далее покрываем гель-лак основного цвета. Подбирайте его под цвет фольги. Особенно эффектно этот дизайн смотрится на темных оттенках, а на светлых выглядит легко и изящно. Даем просохнуть в латулампе 30 секунд в обычную в 2 минуты. Покрываем второй слой, если цвет не потный. И снова сушим. А теперь самое интересное. Сейчас вы увидите 5 способов нарезки пленки битое стекло. Сразу скажу, маникюрные ножницы для этой цели не подходят. Используйте обычные канцелярские ножницы. И еще не забудьте сразу приготовить салфетку или емкость для готовых осколков. Первый способ, пожалуй, самый популярный. Берем прямоугольный кусочек и отрезаем небольшие треугольники разного размера с краев. Самые крупные разрезаем. Второй способ, квадратики. Для этого прямоугольный кусочек фольги надрезаем полосками по вертикали. Затем складываем и потом разрезаем по горизонтали. Третий способ, ромбики. По такому же принципу делаем надрезы по вертикали, а затем разрезаем фольгу по диагонали. Четвертый способ, кружочки. Нам понадобится обычный дырокол. Но есть одна маленькая хитрость. Для того, чтобы тонкую пленку не заживали зубчики дырокола, ее надо положить между листами бумаги. Ставим дырокол на жесткую поверхность. Вставляем заготовку и нажимаем на рычаг. В отсеке для бумаги мы найдем идеально ровные кружочки, которые используем в дизайне. И наконец можно использовать фигурный дырокол. Я купила его в магазине Леонардо. Там очень много больших и маленьких фигурных дыроколов. Есть даже готовые наборы. В общем, выбирайте на свой вкус. Отрезаем небольшой кусочек пленки и кладем между бумагой. Вставляем и нажимаем посильнее. У нас получилось сразу несколько красивых бабочек. А оставшиеся половинки крыльев тоже можно использовать в дизайне. Осталось вырезать готовых бабочек по контурам. Эти нехитрые способы помогут новичку, не ломая голову, быстро нарезать необходимое количество фольги. Если этот лайфхак оказался полезным, тогда ставьте лайк. Пришло время дизайна. Покрываем наши заготовки тонким слоем топового покрытия. Затем сразу начинаем распределять по поверхности нарезанные кусочки фольги, как бы утапливая края в геле. После отправляем дизайн в лот-лампу на 30 секунд. Также тонко покрываем тип с верхним покрытием. Чтобы легче было брать кусочки фольги, обмакните кисть в этот же гель. Распределяем квадратики по поверхности. Если в углах требуются маленькие кусочки, просто разрезаем квадратик пополам и по диагонали. Поправляем все части, чтобы не выходили за края. И сушим в лампе. Наносим тонкий слой топа и раскладываем по поверхности заготовленные ромбики. Подбирайте их примерно одного размера. Когда основная часть типса будет заполнена, можно разрезать оставшиеся кусочки пополам и добавить на края. Обязательно отрежьте все лишнее с краев, чтобы фольга не цеплялась при носке. Снова наносим тонкий слой верхнего покрытия и размещаем получившиеся кружочки по поверхности. Нарезаем оставшиеся кусочки пополам и добавляем в дизайн. Поправляем все элементы и отправляем на просушку в лампу. По тому же принципу размещаем бабочек. Некоторые можно сразу разрезать пополам. Следим, чтобы элементы не выступали за края и убираем в лампу. Осталось закрепить наш дизайн, перекрыв двумя слоями топового покрытия. Отлично подойдет топ для слайдеров. Он более густой и хорошо укрывает края фольги. Можно на этом закончить, но я хочу добавить большей выразительности дизайну. Для этого сделаю прорисовку контуров фольги белой гель-краской. Лучше всего для этого подойдет тонкая синтетическая кисть. Набираем краску на самый кончик и начинаем обводку. Не обязательно делать линии строго по контурам. По крайней мере четко с первого раза все равно не получится. Зато пока мы не просушили краску в лампе, тренироваться можно до бесконечности. После того, как мы выполнили прорисовку, засыпаем гель-краску белой акриловой пудрой. Хорошо просушиваем в лампе 30 секунд и 2 минуты в обычный УЭФ. Осталось смахнуть пудру и дизайн готов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Ну а мы с Арчи прощаемся с вами. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok